При ранней ревизионных встречах с вами по выплатам стимулирующего характера по оказанию медицинской помощи пациентам с диагнозом ковид, как мне казалось, мы задавали вопросы и получали аргументированные ответы. Как оказалось, сегодня в интернете я ознакомилась с видеороликом, где сотрудники нашего учреждения, одев маски, защитные костюмы в лесополосе, обратились к президенту Российской Федерации за разъяснениями по данным выплатам. Была очень этому удивлена, потому что с многими из вас я за ходу работы в районе в больницу знакома лично. Неоднократно я вас всех приглашала в кабинет к себе по обсуждению данных выплат, но, как оказалось, у вас остались вопросы, на которые мы сегодня собрались для вас, чтобы дать еще раз разъяснение. Сегодня у нас здесь в зале присутствует прокурор города Эмбис Климов Владимир Иванович, у нас сегодня присутствует депутат областной думы Воробьев Андрей Викторович, также у нас здесь присутствует правая рука, гроза главных врачей, начальник контроля ревизионного раздела Шатилы Елены Николаевны, у нас здесь присутствует специалист по заработку в плате ОКО Союза, Ольга Иннокентьевна. Всем этим специалистам вы можете задать вопросы. Если кто-то из вас, всех присутствующих здесь, боится эти вопросы задать, но в моем присутствии, то в конце нашей встречи вы можете подняться ко мне в кабинет Елены Николаевны и Ольги Иннокентьевны, ответить на ваши частные вопросы по конкретным случаям, по начислению заработной платы и по начислению выплат на дополнительную работу с пациентами с диагнозом коллеги. Прошу приступить к обсуждению. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, мне бы хотелось, чтобы у нас включилась с вами живая такая беседа, чтобы мы не молчали, а все-таки задали вопросы, получили нам их наконец-то здесь. Добрый день. Продолжите, пожалуйста, еще раз задать вам вопросы, вам или участникам совещания. Уважаемые коллеги, не стесняйтесь, задавайте вопросы. У нас здесь присутствуют представители фельдшерских пунктов, у нас здесь присутствуют представители врачебных амбулаторий, то есть это непосредственно те сотрудники, которые работают на силе. Ну, давайте. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день в прокуратуру города Энгельс поступали ли обращения от сотрудников Энгельской РБ с жалобами на невыплату дополнительных финансовых стимулирований? Нет, таких жалоб не поступало. Спасибо. Я главный врач Энгельской районной больницы, Широкий Елена Борисовна. Сегодня в связи с обращением медицинских работников Энгельской районной больницы по вопросу дополнительных выявлений с диагнозом COVID была проведена встреча. В ходе этой встречи вопросов со стороны медицинских работников не поступило. На встрече присутствовали 9 человек. Это говорит о том, что на сегодняшний день в связи с тем, что неоднократно администрации районной больницы проводились разъяснительные мероприятия, встречи, медицинские советы, вопросов у медицинских работников по дополнительным выплатам не возникло. Сколько людей приглашали сюда? На данную встречу приглашались все сотрудники сельских врачебных амбулаторий и фершерско-акушерских пунктов. На сегодняшний день у нас 29 фершерско-акушерских пунктов, 10 амбулаторий врачебных. То есть достаточно большое количество медицинских работников. Ну вот, прибыло к нам всего 9 человек. На сегодняшний день выплаты получились, медицинские работники получили в полном объеме. В апреле месяце получили выплаты 11 человек. В мае месяце выплаты получили 16 человек. Это и врачи, и средний медицинский персонал. Выплаты осуществлены в полном объеме, 100%. Первый пациент с ковидом у нас зарегистрирован в апреле месяце на территории нашей поликлиники. Я заведующий фаб-коселка Бомбе, фершерско-акушерско-акушерско-акушерско-акушерско-акушерско-акушерско. Хорошо, правильно, да? Какая у вас задача? У вас какие-то выплаты положены по данным представлениям президента, который учел? По ковидным? Да. По ковиду. Пока никаких ковидов нет. Потому что у меня нету, как бы. Ну я понимаю. Хорошо. А кто-то контактирует непосредственно здесь? Может, товарищи, медицинские поселения проводят данные поликлиники? Есть такие? Миссия СПАК, у нас в первом случае зарегистрировано 8 апреля. Это Карл Маркс и аниматория. Но вот я вижу, что в жале они могли не присутствовать. Да, мы подписи осуществлены за апрель месяц в полном объеме. Если мы будем в арекционную пронариванную больницу, то...